Всем привет! С вами Павел Никифоров, а значит вы на канале Кузовлад. Сегодня у нас очередной эксперимент, очередное тестирование, и мы с вами тестируем сегодня не химию, не краски с другими какими-то материалами, мы тестируем оборудование. Оборудование окрасочное. С нами представитель компании Finishing Group, Сергей Родионов, с новой линейкой краскопультов Сагола. Я Сергей Родионов, технолог компании Finishing Group. Хотел бы сегодня представить нашу новую линейку пистолетов Сагола, которой мы занялись в прошлом году. Сегодня мы гостя по каналу Кузовлад в учебном центре, и вместе с моим коллегой Павлом Никифоровым мы протестируем эти пистолеты. Итак, для того, чтобы протестировать оборудование, мы заранее подготовили панели под нанесение базового покрытия, ну и соответственно под нанесение лака. Итак, у меня в руках пистолет Сагола 3300 GTO, Сергей, расскажи мне, что есть из плюшек в этом пистолете? Какие параметры? С удовольствием. Концептуально этот пистолет, вообще в принципе все пистолеты Сагола роднит система сменок воздушных голов, то есть на данном пистолете существует две воздушные головы, это ТЭК и HVLP. Опционально может поставляться еще две головы под грунты мокрые по мокрому, либо, допустим, грунтонаполняющие две воздушные головы ЭВА и ЭПА. В данный момент у нас сейчас стоит голова ТЭК и ДЮЗ 1.3, то есть это наиболее универсальный вариант под нанесение как базового покрытия, так и лакова. Расход воздуха на данной воздушной голове составляет 290 литров в минуту. Сергей, я так правильно понимаю, что таким краскопультом будет удобно работать и в окрасочной камере на большой станции, где есть хороший компрессор, и в обычном гараже, где есть обычный компрессор от 220 вольт, который не высокопроизводительный? Совершенно верно, Паш. Это наиболее, скажем так, универсальный вариант пистолета как по комплектации воздушная голова, соответственно, ДЮЗа, так и по самому пистолету, по предназначению его. То есть это хороший пистолет для маляров, которые, скажем так, хотят за небольшие деньги иметь универсальный вариант для всего и для покраски, как ты сказал правильно, и в большом сервисе, так и в гараже. То есть это хороший пистолет, может быть, у тех людей, которые не хватает на них денег. То есть голова ТЭЧ в данном случае, она используется как универсальная, это база и лак? Это база и лак. Все, отлично. Сейчас идем смешивать базовое покрытие, специально выберем корявенький цвет, чтобы посмотреть, насколько он нормально раскладывает зерно, то есть на появление облачности, яблок всевозможных. И, соответственно, этим же краскопультом попробуем залачить детали наши каким-нибудь таким сложненьким лаком, более густым. То есть таким гаражным вариантом. Так, все, погнали смешивать. Ну что, Паш, как впечатление? Как впечатление? Смотри, есть несколько нюансов при работе с этим пистолетом. Ну, мне после Дэвилбиса показался немножко туговатым курок, но это не такое сильное замечание, на мой взгляд, к этому краскопульту. Итак, что мне понравилось? Мы взяли корявый цвет 1С0 Toyota, наносили специально, ну, немножко, наверное, не по правилам, да, Сергей? Специально пытались сделать, чтобы у нас цвет пятнил. Да, совершенно правильно, да, чтобы были, условия приближены к боевым. Могу сказать то, что пистолет прошел испытание именно на яблочность. Вот именно с этой головой он ведет себя довольно-таки комфортно. Ну, то есть комфортно вносить базовое покрытие, после высыхания базовое покрытие у нас не пятнило, то есть не надо никаких там дополнительных фишек и примочек применять, чтобы правильно вносить базовое покрытие. По поводу лака, по поводу нанесения лака. Эта голова ведет себя, как все универсальные головы. На мой взгляд, она немножко мелко разбивает сам лак, но, опять же, сформировать структуру лака, сформировать шагрень, положить красиво, правильно лак этой головой довольно-таки комфортно. Мне пистолет понравился, причем, учитывая, что стоимость этого пистолета, она довольно-таки невысокая, да, и этот пистолет можно использовать и в гаражах, и на больших станциях. То есть мне пистолет понравился. Да, получилось очень ровно, у всех, все, как бы, базы хорошо положили ровненько. Да, вот, ты совершенно прав, да, что капля мелкая на лаке, но это, скажем так, компромисс между, ну так, универсальностью и скоростью, да. То есть, действительно, мы имеем пистолет, который универсально можно нанести как хорошо и как и базовое покрытие, так и лаковое, да, но в чем-то материале. То есть это может быть не такой скоростной пистолет, как ДВИЛ ГСТ-20 головы воздушные, да, но, по крайней мере, он очень контролируемый, то есть им удобно носить как базовое покрытие, да, то есть и, соответственно, лаковое. Очень хорошо будет пистолет, мне кажется, приятен, скажем так, для каких-то, может быть, начинающих, скажем так, миллеров. То есть вот для них это будет самое оно. Ну и, разумеется, гаражная, скажем так, покраска, да, то есть где не требуется большого, скажем так, литража по требованию компрессора, да, соответственно, и где люди хотят, в общем-то, по минимуму опыла. То есть тоже очень будет хороший вариант. Самое главное, что можно купить один краскопульт и выполнять им все операции, которые... Абсолютно все совершенно нужны. Это окраска базовой эмалию, окраска лаков. Итак, это был обзор пистолета Сагола 3300 с воздушной головой ТЭЧ. С вами был Павел Никифоров и Сергей Родионов. До скорых встреч, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!